Всем привет! Сейчас буду краситься и побегу на массаж, плюс мне нужно будет забежать в банк, поэтому я такая экстренно все хочу сделать. Поэтому сейчас я буду собираться краситься и хотела показать вам свой постельный макияж, потому что если какие я хочу волосы цветом, длиной, я не определилась, как с ногтями, какую форму я люблю, то с макияжем это 100% попадание. Я делаю уже пару лет, ходила даже на курсы какие-то по макияжу, для себя нашла идеальный вариант и делаю его постоянно, поэтому хочу показать вам. По макияжу я хочу показать плюс продукты, которые мне пользуются, потому что продукты уже проверены многолетием. Изначально наношу единичку, в принципе любую, что в конце макияжа я спокойно могла наносить матовую помаду, либо какой-то карандаш, и это все любое красиво. Не знаю почему, но я в целом всегда начинаю макияж с бровей. Пользуюсь я вот таким карандашом и пьем с собой в 01 оттенке. Бывает, что в 02 он потемнее. На камеру хотела краситься, представляете? Сейчас накрашусь. В 02 оттенке бывает беру он потемнее, и я чаще всего наношу просто на кончик, но вот если у меня на 1 оттенок, то не боюсь наносить прям по всей. Рисую брови просто по форме, мне очень нравится, я их зачесываю немножечко наверх, и мне часто говорят, что я делаю лабинирование, хотя на самом деле я просто их гелем наверх зачесываю, и у меня очень послушные волоски, поэтому все ложится идеально. Гель для бровей я обычно беру вообще максимально любой, попадется на база, когда я выхожу с золотого яблука, либо когда продажи предлагают на сайте, вообще в принципе не принципиально, потому что у меня послушные брови, и любой гель, любая фиксация их берет. Далее я наношу консилер от Evelyn, тоже с супер проверенной временем. Пользуюсь этим консилером со времен школы, я помню, когда он стоил 80 рублей, сейчас конечно уже не столько, но все равно он остался классным, у меня непроблемная кожа и все перегревает, но сейчас у меня очень. Стала высыпать лицом, на самом деле на камере не видно, и я планирую этим заняться, на этой неделе уже сходить и дать анализы, потому что я не понимаю, почему меня так обсыпает, и в целом я набрала плюс 5 килограмм, какие-то гормональные сбои происходят, поэтому нужно с этим разобраться, я уже записалась на сдачу анализов. Наверное, даже в этом влоге уже будет, то есть я пойду по больницам шастать. Несилер обычно я просто пальцем размазываю, потому что мне ленится смочить спонжик, просто делают аккуратно, чтобы не растягивать кожу, не было лишних морщин, которые нам не нужны. Беру пудру от Estrada, хорошая пудра, но не всегда ломаются упаковки, у меня еще есть от Estrada скульптор, здесь тоже на словами. Я, кстати, думала о том, что вот хочу поменять все такие продукты на дорогие, качественные потихоньку, чтобы постепенно сделать себе классную макияжку без вот этого вот. Дальше я вношу вот такую базу на веке от Art Deco, просто пальчиком, у меня это уже вторая база, она мне нравится, у нее легкая душка, ну и в целом на ней все хорошо держится. Если я хочу сделать макияж потемнее, более выразительный, то я использую подложку вот такой вот от Luxe Pesage, тени в четырнадцатом оттенке, жидкие. Очень спешу, у меня нет времени делать подложки, то просто делаю тенями. Вношу эту тень истью из искусственного борца делаю контур, по которому потом пойду с тенями сухими, чтобы это все закрепить, и у нас будут красивые выразительные голода, с немножечко каким-то затемленным, глубоким. Вот я делаю форму, на самом деле уже супер, просто забегаю к своим глазам, делаю это все машинами. Сделали подложку, немного затянули, теперь любым скульптором либо тенями, даже по-моему румяна коричневая, я просто прохожусь поверх, вот такими движениями круговыми. Осталось только нанести блестки на подвижное веко, я использую вот такой вот хайлайтер от Mark, это Soft and Gentle, используюсь ему лет пять-шесть, я уже об этом рассказывала, и вольно им на сто процентов, потому что у него очень мелкий помол, нет отдельных крупных блесток, что меня устраивает для повседневного макияжа. Я просто наношу на подвижное веко, в целом все, тем самым открывается взгляд и становится более свежее. Для того, чтобы немножечко открыть взгляд и сделать его в целом выразительнее, я беру любой гелевый карандаш коричневый, у меня оба от Vivienne Sabo, просто разных серий, вот они вот совсем маленькие уже. И наношу все на межлесничку. Ну и последнее я беру тушь, у меня есть три любимчика, это кабарет Vivienne Sabo, очень люблю ее. Шик, который я пробовала два раза, тоже мне понравилось. И вот этот черный кабарет, она мне такая меньше всего нравится, но тоже может быть. Я просто очень люблю тонкие кисточки, такие, которые разделяют глазки. И чаще всего для губ я использую вот эту комбинацию, это помада от Estrada в 71-м оттенке, брондаш от Shoe для контура в 48-м оттенке, мой любимый тоже второй. Вот такой вот макияж у нас получается буквально за 10 минут. Я сейчас пойду, откручу немного волоса и побегу по дивану. Пришла покушать свой любимый салат и побегу на массаж. Я ждала в банке очередь 40 минут, не дождалась, но решила ее отменять массаж и просто поехать туда после. Вот так вот приоритеты расставила. Пришла в шерфер, работать, составлять визуал. И я раньше просто мечтала быть с этим фрилансером, с маком, который работает работа. А сейчас это я, представляете? Я даже сама еще не представляю. В последнее время одеваться начала как фрилансер. Такая начида на расслабоне с шопером. И чтобы так вот работать пришла. Я взяла себе кофе из круассана. Хотела показать вам свой новый чехол, который заказал на мак. Естественно, он бешевый. Вот он так разворачивается, здесь получается место для мышки есть, которое у меня нет, и для самого ноутбука. Я заказала себе свет. Во-первых, он мне нужен был для съемок. Во-вторых, как сейчас. Я бывает хочу записать вечером видео, но уже настолько плохой свет, что я такая, ну ладно, завтра это откладывает на следующий день. А на следующий день у меня уже не те эмоции, с которыми я, например, приехала с поездки и хотела записать видео. Он мне пригодится плюс еще для работ, создавать контент какой-то в домашних условиях, потому что свет не всегда хороший. Особенно сейчас, когда в Сочи сезон дождей. Я хочу вместе с вами сейчас его протестить как раз вечер. И в таких условиях самое то, это все посмотреть. Создается холодный и желтый свет. Плюс идут цветные накладки, с которыми можно будет делать интересный свет. Очень удобно, что здесь специальная штука для штатива, потому что я могу вот так вот все это удобненько установить, и записывать в любое время суток теперь влоги. Это была такая импульсивная покупка на работе. Я когда устраивалась на работу, думаю, блин, вот на работе деньги тратить не буду. Это, получается, два дня я трачу, два дня я не тратю. И выходит выгодно как бы. На самом деле, на работе трачу денег больше, чем дома. Во-первых, нужно заказать туда поесть. Во-вторых, я постоянно от нечего делать. Сижу на вал, берясь о зоне и так далее. И записываюсь на разные процедурки на выходные. Зато теперь классный свет. Я взяла себе кофе. Хочу посидеть на море, почитать. Нашла кусочек Краснодара в Сочи, потому что в парке Галицкого тоже вот такие маленькие фонтанчики, лавочки, качели. Причем это в пяти минутах от дома, и я первый раз вижу этот сквер. Ну все и качели дождалась, когда смотрится. Ой, кайф. Я приготовила пиццу, и мне пришла идея приготовить имбирный апельсиновый чай. Я уже положила туда зеленый чай, немного выдалила апельсинового сока. Подожду, когда это немного заварится, и добавлю туда имбирь и дольки апельсина. И для вкуса еще добавлю меда. Вчера списались с подругой. Спасибо. Вчера вечером списывались с подругой, и в итоге получилось так, что к концу нашего диалога она взяла билет на поезд, и через три дня уже будет в Сочи. Я позвонила на работу, попросила взять пару дней за свой счет, потому что хочу полноценно отдохнуть и уделить должное внимание человеку, который ко мне приедет. Тут мои уже почти завявшие цветы со съемки. В общем, сидела я, значит, и решила забронировать нам отель. Едет на неделе, когда будет 14 февраля. И я решила, значит, 14 февраля устроить ей свидание, о котором я ей, конечно же, пока не говорила, рассказываю только вам. Потому что это видео она уже посмотрит, когда это все произойдет. И забронировала нам отель с таким шикарным бассейном, в котором температура воды 29 градусов. Бассейн – это, конечно, первая причина, почему я забронировала, но так в целом отель очень стильный. У него красивая зеленая территория, прямо в центре Адлера. Очень красиво. Я решила, что поедем мы именно сюда. Не буду ей ничего говорить. Покажу вам ее реакцию. Вообще, думаю, в этом блоге уже будет вся наша поездка. Не буду делить. Пускай будет один большой классный блог. Ну все, можете бежать писать, что я самая лучшая подруга. Очень просто потрясалась погода. Я иду много точки, и потом хотела почитать где-нибудь в сквере, потому что на улице плюсы 17. Я иду с голым пузом, и мне очень комфортно. Я сегодня была самым плохим клиентом, потому что я опоздала. У меня не было футбол света, и я с зарядкой вот так носилась по всему салону, чтобы мне подключили куда-нибудь телефон, потому что у меня было 6%, и у меня весь день не будет света. Я планировала вот еще погулять. Когда я успокоилась, все, все мои проблемы решили, я спокойненько сидела и развела на себя кофе. Нервная система моей маникюры, сегодня просто все. Я еще сменила форму на квадрат. Очень мне нравится. Мне кажется, что такая форма гораздо больше мне идет, чем миндаль. У нас плюс 18, а в горах лежит снег. У нас возле морфорта поставили каток. Это так странно, потому что зимой его не было. Люди начали готовиться к весне, они решили построить каток. Взяла себе мороженое и йогурт на завтра, потому что завтра утром буду задавать кровь, а после этого встречать Ирус с вокзалом. И я вот думаю, как бы мне не помереть, потому что я буду звать очень много крови. Взяла с собой йогурт, чтобы выпить в промежутке, а дома уже позавтракаем тогда. Вообще, такое счастье просто гулять, есть мороженое и о чем не думать. Все-таки я вообще не карьеристка. Мы выдвигаемся гулять к морю. Это главная галочка Юрька тогда напросила, потому что она говорит, мы будем в море хоть каждый день. Исполняем. Я себе бантик прикрепила. Хочу поделать контентом. Красиво, потому что первое впечатление от пары часов в Сочи. Такое чувство, что уже вечер, а по факту только начало первого дня. Да, 12 часов. Просто мы встали. Да, мы еще в 8-9 уже встретились, проговорились все время. Теперь идем гулять. Мы пришли бушить сырых профинкалем. Так получилось, что это одно из моих любимых сведений в Сочи. И мы как раз рядом фотографировались. Поэтому мы пойдем попушим сюда. Юрий говорит, я как раз хотела хачапури в Сочи, потому что такая фишечка, я говорю. Все, ставим еще одну галочку. Мы с Юрией договорились, что у нас будет детокс от телефонов. Всю ее поездку ко мне, все ее пребывание ко мне. Поэтому снимаю искусственно влог и откладываю телефон. Спасибо. Многоть купить, да? Многоть сломала. О, тебе косметичку в аптеке дали, которую? Покажи. Ну все. Я давно попала. Ира на работе косметичку заработала. Плюс и работа в Турноцептур. Я тоже себе вещи взяла. Продала таблак. У меня позиции на Бридерме продают, что тебе типа косметичка в подарок. Так не могу принять. Мне так нравится, что в Прохинкале розочку из масла делают. Это прям очень красиво, да? Красотка моя. Мы приехали в Турноцептур. Я буду мерить вещи. И ей нужен купальник. Мне нужно купальник купить. Потому что я везу Иру вместо Икс, о котором она еще не знает. А они не знают. А они знают. Я им рассказывала уже. Что, на самом деле, у меня прям лютая проблема найти хорошие вещи. Вот. Я даже посмотрела в интернете до того, как мы сюда приехали. Сейчас мне дают кардиган, который я очень хочу. И надеюсь, что что-то из джинсов мне подойдет. Потому что я прям очень хочу обновить гардероб. Только 4 часа дня. А мы уже устали лучше. Потому что встали рано. Если только сегодня успеть. Уже полосочек бегать. Я купила себе, кстати, новый кардиган. Красивый. Мы не решали проблему по взрослому. Зато я решила проблему. Все. Все? Блин, что? Все. Блин, что? Что? Забиночка. Я решила проблему. Что, пожалуйста? Что? О! Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Взяла пару баночек с собой Сейчас пользуюсь вот таким кремом от Лерош И сывороткой от Дальбы Вот же когда уезжали с Адлером Зашли в перекресток, купили себе сидр Виноград и безе Так что в завершении дня будем пить сидр Обо всем разговаривать И пойдем спать Сразу видно фармацевт Все с собой, аптечку взяла Спасибо Открывала бутылку, поранила два пальца Но открыла Это тебе понравилось в отель? Я хочу еще покупаться Хотя сегодня не погода значительно холодная Но я все равно хочу покупаться Да, я просто холодильник уже на купальнику Мы потом будем усиляться Сегодня у нас будет не менее насыщенный день Сегодня такой расслабон Но нам еще нужно в птице ехать Нужно готовить Погуляем, скорее всего Ну это знаешь, такое чисто Ну туда, сюда Не так, ну так Надо поехать туда У нас запланировано это Сегодня мы отдыхаем Да, сегодня мы отдыхаем Потому что завтра у нас запланировано Красная Поляна А после завтра я уже уезжаю А у меня будет съемка Для кофей Представляете? В блоге Отдыхаю Да И потом Работать Работаю Чтобы отели снимать, правильно? Отели просто так не снимаются Этот блог очень насыщенный Я тут только макияж Вот как мы снимала На минуту Шесть Семь Наверное Ну вот этот большой Во Да, он большой Я взяла это на волос Милаш Как ваши впечатления? Классно Ну почему мы едем на камере Чтобы сень плавить? Он настолько горячий Что от него там идет Мы хотели прийти Сделать этого фотографии Потому что думали Людей не будет с утра А людей еще больше Короче Милахи Они настолько не боятся людей Мы приехали в Сочи Я привела Иру в кофейню Которую буду снимать На этой неделе Вот я очень счастлива Я ходила раньше И сейчас, представляете Мне предложили Поработать с ними Вот мы зашли Взяли кофе с тортиком Сейчас попьем Пойдем Пригуляемся До торгового центра Ира будет подарки Одным Я хочу за тебя Как всегда блинчик И золотое яблоко Я вообще очень хочу Обновить весь гардероб свой Но я вообще не могу найти Нормальных, приличных вещей И у меня прям проблема Сейчас вот этим Я вот купила кардиган И теперь не снимаю его Уже третий день Уже сыра вечером Попить кофе Я думаю, ничего не будем Тортики не будем Ужинали, съели Курицу с картошкой Весь противень И все сладкое В итоге Взяли карамель Чтобы есть ее ложкой Глоб сейчас Буду монтировать Да Не будет успокоиться Понимаете, да? Работает, работает Сейчас Ехать Сейчас буду монтировать Больше снегом Как тебе? Красиво Красиво Да, горы Шикарные Мы приехали на Роза Хутор Я хочу сейчас Взять Памс Пимс Не знаю, как правильно считается До которого я наконец-то доехала Вот Возьмем, прогуляемся По Роза Хутору У нас в целом есть весь день И поедем на Красные Поляны Кушать И гулять Надеюсь, вот я Ире Все покажу На сегодняшний день Сразу два курорта Короче, в итоге Памс Пимс Закрыли Ну ладно Попробуем в Адлинге Там вроде еще открыт Идем в мое любимое место Сёрф Я Ире Хотела показать Потому что Всегда в серфах Валю в Сочи В Белгороде Анатолийна мне рассказывала За серф в Сочи Что в Белгороде Говно сёрф Да Поэтому мы идем Проверять эту теорию Я хочу сказать Что этот сёрф конкретно Мне не особо нравится Когда сидишь возле окна Там виды на горы Прекрасиво Взяли пиццу Пить чай с Грецем На самом деле прохладно, да? Ощущается, что здесь холоднее Уже очень устали Хотим просто поесть Поехать домой Климой А? Пить вино Да, мы сегодня планируем Напоследок Завтра Ира уезжает Пить вино И сделать Какой-то Вишневый пирог Вот Сейчас покушаем Сам это купим Здесь рядышком перепёс Так и б Чтобы уже с вокзала Просто поехать домой Отдыхать Потому что мы уже 5 дней Я не знаю Сколько находили шагов Надо, кстати, посмотреть Но это просто жесть Мы дома не жили Погода пришла Сегодня в Сочи дождь Мы приехали на поляну У нас было по плану Что мы сегодня На поляну И здесь шикарная погода Вот Мы сегодня покушать И уже сядем отдыхать Но я всё ищу Где меня можно Сфотографировать Потому что я хочу Сделать бежевый аккаунт И мне не хватает Буквально пару фотографий Чтобы представить визуал Вот И я Смотрю Где мне можно Щелкнуть Я начала Замещать Что-то мне Приелось поляну Где Юрий Показывает Тут я была Я понимала, что я уже везде была Меня уже не так Завораживает Сейчас жду весну Чтобы всё Расцветало Горы были не лысые И я опять Радовалась Но погода, конечно Солнышко Прям очень хорошо Да, мне еще миллиончик Скидывала Скидывалась Короче, почему меня Все ненавидят Вот А я типа Зимой Боюсь в бассейн Там что-то такое было Ну да Да, я Пошлю Что, шли в итоге В карму С таким видом Будем обедать Уставшая Встретились с Настей Делаем Ири Контент И она сегодня Уезжает Последний раз К морю пришли У Иры У Иры, короче, не айфон И Настя фотографировала на свой И говорит Может идти по блютузу Я бы еще вот этот шаернили Как-то я раньше был В детстве Проводила Иру Иду домой Буду с вами уже прощаться Этот блог вышел и так Очень насыщенным Спасибо всем, кто досмотрел до конца Ставьте лайки Пишите комментарии Всем пока Пишите комментарии